Всем привет, меня зовут Маша и вы у меня на канале, и сегодня мы поговорим про фотографию с дымом. Мне очень нравятся такие фотографии, но в домашних условиях такое сделать очень сложно, и я нашла несколько способов, как всё это провернуть, практически не причиняя вреда здоровью, но может быть только если немного. Один из этих способов будет максимально безопасный, а второй не очень безопасный, поэтому подумайте прежде, чем повторять за мной. Итак, первым делом я подумала, как же создать пар, дым, да, таким образом, чтобы его было видно, и чтобы его было много. Я попробовала зайти в ванну и открыть там горячую воду, и так, чтобы там, в общем, пошёл пар от воды, но ничего не вышло, потому что ванна очень маленькое помещение, и, в общем, не очень хорошо работает. Следующий и, наверное, самый удобный вариант — это увлажнитель воздуха. Итак, что я сделала? Я взяла увлажнитель воздуха, взяла лампочку, которая может менять цвет на любой, какой ты захочешь, и взяла и сделала её красным цветом. Это можно делать не только с помощью лампочки, да, как у меня, но можно просто накидывать, не знаю, там, пакет красный, розовый, зелёный, синий, какой угодно, и у вас будет появляться точно такой же фильтр, и будет свет становиться немножко красноватым, таким и тёплым. Что важно при съёмке с дымом? Важно его подчеркнуть, да, чтобы его было видно, потому что если вы просто включите увлажнитель воздуха, то, в общем-то, его практически не будет видно. А вот если мы его подцветим, контровым светом сзади, то всё будет классно, и получится вот такая картинка. Итак, а что же делать, если у вас нет увлажнителя воздуха, и как поступить в этом случае? Второй вариант, он был с корьяном. Мне самый лучший вариант, вообще не советую его вам повторять. Просто на тот момент у меня не было ничего, чем я могла бы воспользоваться, чтобы произвести дым, пар, да, дома. Поэтому я сделала вот так вот, воспользовалась кальяном. Чем больше у вас пространства, где вы снимаете, тем сложнее, в общем-то, его задымить, да, и сделать таким немножко вязким, в общем, дымным таким пространством. И опять же, чтобы подчеркнуть дым, его надо снимать сзади, да, то есть с таким контровым светом. Если вы будете просто перед окном это делать, то, скорее всего, дым не подчеркнётся, его вообще практически не будет видно. Поэтому самое главное правило — это использование контрового света. Неважно, с чем вы снимаете, с увлажнителем воздуха, с отпаривателем, с кальяном, с вейпом, в общем, с дым-машиной, с чем угодно. Можно видеть, что происходило в комнате. Я снимала на фотоаппарат, так было удобнее, ну и технически это тоже было важно. И вот такой результат у меня получился. Несколько фотографий, фотографии с увлажнителем и фотографии с кальяном. Да, лучше не повторять идею с кальяном, лучше делайте с увлажнителем, либо берите в аренду дым-машину, не знаю, всё что угодно. Но с кальяном лучше этого не делать, потому что потом будет очень сильно болеть голова. Ну и в принципе это не очень классно и не очень полезно. Я немного обработала фотографии. Если вам интересно, как я их обрабатываю, то пишите в комментариях, и я сниму видео про обработку. На этом на сегодня всё. Всё, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. В общем, пробуйте, присылайте мне то, что у вас получилось. Всем пока-пока, до скорых встреч!